Золотой Колос Для меня это вот разные, наверное, там уже все налажено, там уже как часы все работает, которые надо, ну, тихонечко заводить Чего правил совет, можно сказать, не всегда, да? Чего правил совет, можно сказать, не всегда, и для меня очень много новых вопросов, очень много, ну, того, в чего надо вот вникнуть еще разобраться и так далее Ну, то есть есть рвение, есть желание, рвемся, дерзаем, ну, посмотрим, что будет, ну, интересного больше Да, хорошо, расскажите, вот, если вы говорите, что у вас рвение и дерзать, вы готовы, как депутат облсовета Какие вы сферы видите своими профильными и, в частности, мы знаем, что вы возглавляете комитет по вопросам культуры, науки и спорта Да, спасибо Да То бишь, это ваша профильная сфера? Это наша комиссия профильная, а вообще в свои задачи я вижу, ну, любые интересы моих выборцев, моего округа и Живневого района В общем-то, да, не только по этим вопросам, что вопросов бывает уйма связанных и с аграрными вопросами, и очень много социальных вопросов На сегодня вы понимаете, что это и социальных вопросов, и вопросов по здравоохранению и так далее То есть, мои задачи как депутат, они не, нет такой, судить свой профиль, все, культура, образование, спорт и больше я никуда не лезу, там, ничем не занимаюсь Такого, мне кажется, быть не может, есть люди, если есть какая-то возможность, есть желание, то надо помогать Хорошо, мы ставим уже раз перед вас, перед такой альтернативой, теперь мы узнали, как вы видите свою депутатскую деятельность Что сложнее, быть депутатом облсовета или воспитывать троих детей, быть матерью? Часто ли ведут себя коллеги, как маленькие дети? Причем все дети разные, даже мои трое, а коллеги еще более разновладывают Да, но несмотря на то, что дети со своими, тут каждого воспитываешь, они все трое по-разному растут Вот вроде, да, родители одни и те же, а дети разные, они похожи все, но характеры, особенности у каждого свои есть А тем более в этом депутатском корпусе, он у нас такой весь разномастный, семь партий, которые вошли, да И количество по сравнению с прошлым состязанием в два раза меньше, а количество партий в разы больше Поэтому... Облсовет пестрит, вот так вот Пестрит, да, и все очень... От кого чаще вы слышите фразу «хочу кушать от детей» или «от коллег»? Да, мне кажется, есть у депутатов чем питаться Нет, имею в виду того, что работа нервная и говорят, что для того, чтобы... Пища... Да, помогать снять стресс, правда это или нет? Ну, вы знаете, у меня кушать коллеги не просят Ну, и с другой стороны, дочь у меня уже взрослая, поэтому она... На случай того, что ее где-то задерживаете и так далее То есть у депутата облсовета есть помощники и дома, да, помимо непосредственно деятелей Вот вы сказали о Жавтневом районе Дело в том, что я не просто так здесь сегодня оказался Ровно год назад я устроился работать на эту передачу, потому что я родом из Галлициновки Жавтневого района Все верно Нашему любимому силу, нашему, нужно новое футбольное поле Это при том, что Миша абсолютно не умеет играть в футбол Да, не поле, нужно, чтобы попросить Что, да, это вот, знаешь, как золотую рыбку поймал, у тебя три желания Смотри, не прогадай, Миша Нет, если серьезно... Я насколько знаю, есть в Галлициновке футбол Да, на самом деле это была шутка Просто, а вдруг было бы еще... Вот есть, вот понимаете, вот в селах, вот нет никакого есть у нас маленькие села, поэтому там... Поэтому они есть в Галлициновку Есть в Галлициновке Да, так, 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 приходится А вот просто по вашему мнению, как вы считаете, что является самым необходимым для молодежи, которая живет вот в селах Жефневого района? Давайте говорить, вот... То, что мне близко Чего не хватает, наверное, да Мы только что говорили, что каждому свое, да, и все дети разные, депутаты разные, молодежь разная Поэтому кто-то хочет петь, кто-то хочет танцевать, кто-то хочет заниматься спортом Есть разные творческие инициативы, разные абсолютно интереснейшие идеи, кто чем хочет заниматься Но в любом случае, вот любые творческие занятия спортивного, культурного плана, они гораздо лучше, чем самозанятость по селам и по Гендеверкам Ну да, главный плюс, что в селах очень мало подъездов, там молодежь как бы не может сильно себя развлекать, как в городах, потому что все понимают, что подъездов нет Да, вот, подъездов нет, решили одну социальную В этом плюс, все Вот, нашли плюсы села По поводу агросектора Вот у нас молодежная передача, нас смотрит много молодежи И как состоят дела с трудоустройством в агросекторе? Приходят ли молодежь устраиваться? Хочет ли молодежь работать в этой сфере? Устраиваться или работать? Работать, сформулировать питание Нет, ты понимаешь, на этот ответ, ну, на этот твой вопрос я знаю ответ тоже Вот, а вот конкретно Поэтому мы здесь, знаешь? Да, да, да Знаете, вы уже устроились, нет еще работы Вот, поэтому вопрос должен быть поставлен, по-моему, корректно Но талантливая молодежь, а та, которая хочет работать Та трудоустраивается и трудоустраивается очень неплохо, и в агросекторе в том числе Но сегодня, ну, не то, что такой критикан, но я в том числе устраиваю кастинги молодых агрономов и так далее Похоже это ли на кастинге, например, на шоу, например, там кастинг вот в агросекте на голос краи Нет, ну, допустим, вопрос для агронома я задаю такой простой, что ты знаешь про пшеницу? Вот говори все подряд А проведи, ну, кстати, вы можете провести кастинг на агронома для меня? А вы имеете образование? Он сварщик, он, ну... Нет, ну я же уже вопрос сказала, что ты знаешь про пшеницу? Из пшеницы делают... Как агроном Из пшеницы делают алкоголь Отлично Из пшеницы делают хлеб Чудно Из пшеницы варят кашу Чудесно А что-то кроме еды? Отсюда Ну, макароны еще надо сказать Да Смотрите, вот благодаря пшенице, когда вот она цветет, собственно, растет красиво Там делают красивые фотосессии, вот на такую тематику украинскую Чудесно, особенно когда там много сорняка мака Не знаю Мак, это старняк, да, и когда... Главное вовремя заметить приближающийся комбайн, мне кажется, во время такой фотосессии Я вам сказала, что она зеленая, а зеленую обычно на ней не убирают Ты не прошел Я не слышал зеленую Ой, все Давайте следующий вопрос Что ты знаешь про рожь? Ну, по пшенице, конечно, ну, как для агронома, ну, очень мало Да? Латинское название пшеницы Пшеничус, латиниус, нет? Я понял Это не кто? Это не кто? Мы просто хотели бы... Я не прошел, правильно, Кастин? Не, ну, агроном обычно говорит, там, ярая Вот, ну, вот, в принципе, я вам скажу, что большинство, ну, не большинство, а львиная доля агрономов с высшим образованием отвечает приблизительно так же Вот, ну, есть ребята, которые латынь знают, и сроки посева знают, и то, что она бывает, там, озимая, ярая, твердая, мягкая, там, 12, там, ботанических разновидностей, которые идут на ней, ну, и так далее, и так далее, и так далее Но есть молодежь, которая все-таки вот близка и понимает, как агрономы уже, с чем кушают пшеницу Ну, вот, поэтому вот такие дети в основном остаются дальше Я понимаю, что все равно на любое вузовское образование надо налагать практику, надо налагать практические знания Для этого есть агрономы постарше, для этого есть люди с опытом Я понимаю также, что если есть вот исходный материал такой вот молодой, живой, ищущий, который впитывает информацию, хочет работать То, кстати, с такими молодыми людьми их надо выращивать, их надо воспитывать, надо их обучать, и это классно Мы просто вот сидели с Артемом общались и подумали о том, что, возможно, вот в агросекторе не хватает какого-то, знаете, брендирования Для того, чтобы привлечь такую креативную рекламу, что ли, вот, было бы неплохо добавить Ну, вот, например, какой рабочий график примерно вот у агронома? Со скольки до скольки? Вот, мне кажется, это такая информация, которую в сухом виде сразу привлекать не будет, да, нужно рано где-то на поле, скорее всего Не, ну, зимой можно поспать Зимой можно, о, все, значит, гибкий график Гибкий график, зимой чуть гибче Могу вообще домой не ходить Вот, о, смотри, как, с возможностью жилья, можно жить прямо на работе Это, мне кажется, для многих молодых людей будет очень актуально Потом, например, можно ли, допустим, у вас на предприятии часть зарплаты или всю зарплату взять продукцией? Да О, ну, то есть, можно уже, ну, как бы не говорить, какая зарплата будет Я на предприятии больше того, я погибаю, как в праздникам Вот, значит, можно говорить молодежи, что... 8 марта, могу перечислить, что ждал Давайте Все перечислить Ну, не знаю, сейчас посмотрим Ну, крупы, пшеничная, ячневая, рисовая, гречневая, пшенка, манка, макаронка Генерал пшенка Пшеничная, крупа, перловка Дала подсолнечника, чтобы, ну, жарить, который, да, там трошки льна, трошки расторопши, трошки горчицы, пара бутылок водки и по пару килограмм мяса Возьмите какая-то камера меня, я ухожу с канала работать на другое предприятие, извините Чего ты извиняешься, все теперь уходят, да, операторы, давайте все собираемся Нет, я понял, тут на полставки и к вам на полставки, ближе к 8 марта Тогда все пополам, понимаешь? Что ж незалежность будет Да, вот, все Ну, то есть... Ну, праздников много, Пасха будет незалежность И на каждый праздник... Ну, более или менее, ну, самые солидные прикидки делать Новому году, конечно Все, мы тогда и придем, мало того, что зимой можно дольше поспать, еще и солидные прикидки Мы по Симой придем, Новому году, да Ну, через Шибанина, через высшее образование А, все Сварщик, сварщик тоже Филологи нужны вам там, потому что... С филологом не знаю, тяжкую от А сварщики, да Все, все, Миша, делишься со мной, как минимум, пшеничной кашей, хорошо? Нет, ну, у нас сегодня действительно есть программа трудовых специальностей Вот старший возраст достаточно много, вот, контингента А молодые люди трудовыми специальностями Вот видите, товарищ сварщик... А сидит здесь и мягко говоря, ничего не делает И говорит про Иван Васильевич, меняет профессию Да, между прочим, Иван Васильевич прекрасный человек Прекрасный музыкант, отличный парикмахер и сельский глава Вот Я с вами солидарна, но вы про меняет профессию, я вам тоже Да, ну что ж, пользуясь случаем, мы, наверное, обратимся к молодым людям по ту сторону экрана Друзья, не пренебрегайте, как мы с Мишей, рабочими профессиями Приходите работать своими руками, ведь то, что вы будете делать своими руками Оно гораздо приятнее, чем то, что вы будете покупать в магазинах, дорогие друзья Все Не забывайте об этом, пожалуйста Вам огромное спасибо за всю ту вашу деятельность, которую вы проводите как депутат Спасибо вам за ваши вложения, так сказать, в аграрный сектор нашей страны, я бы сказал Потому что это масштаб действительно И, конечно же, спасибо за то, что посетили нашу передачу и всего вам самого хорошего Ну, вам спасибо за то, что пригласили на вашу передачу Ну, мы, собственно, с Артемом для себя открыли абсолютно новую нишу Где можно себя будет поменять Пайки, вот моя новая ниша, я хочу этим заниматься в жизни Получать пайки от вас, Надежда Спасибо, всего вам хорошего То есть зарплату можно не платить? Ну, я же и делать ничего не собираюсь, понимаете, стильно такого, чтобы на зарплату Так, на паек Спасибо, ребята Ну, друзья, мы с вами не прощаемся, наша программа продолжается